и назвал бог свет днем а тьму ночью и был вечер и было утро день 1 что имеется ввиду под словом день по-еврейски ем это были сутки или нечто другое например эра или возможно миллионы лет ключом является контекст ем это еврейское слово означающее день и по своей гибкости она очень похожа на английское слово если посмотреть на контекстов бытие то все выглядит так словно это обычные сутки так же как и в других местах бытия бог создает мир таким какой он сегодня в описании сотворения бог определяет значение слова день в заключении говоря что был вечер и было утро это составные части дня когда я вижу такие фразы как вечер и утро первый день и так далее то я вижу что бог разделяет дни также как мы это делаем сегодня слово йом или день часто появляется в библии например в двадцатой главе исхода написано что в шесть дней создал господь небо и землю позвольте мне прочитать это из книги шимот иногда известны как исход в пяти книжей там написано помни день субботний чтобы светить его шесть дней работы и делай всякие дела твои а день седьмой суббота господу богу твоему не делай вон и никакого дела не ты не сын твой не дочь твоя не раб твой не рабы не твоя не скот твой не пришелец который в жилищах твоих ибо в шесть дней создал господь небо и землю море и все что в них а в день седьмой почил на самом деле возникает мало сомнений о значении слова день в первой главе бытия если посмотреть на другие стихи говорящие об этом когда вы смотрите на подобные стихи то становится ясно что речь идет о 6 обычных 24 часовых днях эти слова были написаны самим богом на каменных скрижалях мы говорим о том что библия бога вдохновенная книга и что бог своим духом вдохновил людей на ее написание но 20 глава исхода а именно стих в шесть дней создал господь небо и землю море и все что в них а в день седьмой почил было написано самим богом лично если в описании сотворения слова день было образным то четвертая заповедь теряет свой смысл как иисус понимал описание сотворения он верил что дни сотворения были длинными периодами или обычными сутками в евангелии от марка иисус сказал что в начале создания бог мужчину и женщину сотворил их это все не имеет смысла если он создал их мужчиной и женщиной через миллионы лет после начала творения все это имеет смысл только в контексте недели сотворения читая еврейский текст можно очень естественно увидеть там обычные сутки и люди читали это место таким образом на протяжении столетий но начиная с 1700-х годов можно увидеть сомнения людей насчет длительности дня в книге бытия и опять же мы видим влияние века просвещения века разума и теперь уже не бог и его слова становится авторитетом а разум если дни сотворения описывают длительные периоды времени до появления человека то смерть и страдания появились задолго до того как человек согрешил если вы посмотрите на геохронологическую шкалу то увидите что она полна смерти и болезней например были найдены следы рака в костях динозавров примеры опухоли мозга также мы видим колючки которым сотни миллионов лет и если сказать что все это существовало до греха то появляется серьезная проблема во-первых в конце шести дней сотворения бог сказал что все было хорошо весьма если земле миллионы или миллиарды лет то существуют серьезные теологические последствия потому что мы получаем смерть до греха падения проблема возникает и с учением апостола павла который в 5 главе римлянам в 12 стихе пишет одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть из этого следует что смерть эта часть проклятия библия начинается с книги бытие и остальные учения строятся на ней миллионы лет подрывают основные учения христианство когда вы понимаете что первые 11 глав бытия являются основополагающими для всего писания и его учения то вы начинаете осознавать что если вы сможете опровергнуть первые главы бытия то вы подорвете основание для всех важных доктрин именно это и произошло в нашем мире современной части истории честно говоря если первые 11 глав не являются настоящей историей то христианство терпит крах если вы подрываете учение первых глав бытия то вы подрываете учение всего слова божьего вопросы о миллионах лет и возрасте земли вопрос о значении слова день в бытие все они относятся к фундаментальному вопросу авторитета библии принимаем ли мы слово божье или мы возьмем ненадежные слова человека и добавим их к слову божьему проинтерпретировав ясное учение писания ясное учение